Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника и «Венеция» в Лао. Утро вторника Сочи встретил непогодой. Как справлялись с последствиями? ДТП в центре курорта. Пассажирский автобус врезался в остановку. Почему водитель не справился с управлением? Не поделили дорогу. Горячие сочинские водители устроили драку на проезжей части. Об этом и не только в сводке ЧП. Утром во вторник на Сочи обрушилась непогода. В течение дня на курорте действовало штормовое предупреждение. Были закрыты все пляжи. Горожан предупредили о ливнях, сградах, грозах, смерчах и подъеме уровня рек. Очевидцы снимали на видео то, что происходило на разных улицах в разных районах и выкладывали ролики в соцсеть. Так на видео попал мощный смерч. Его хорошо было видно сразу из нескольких точек в разных районах. Огромная воронка образовалась над морем и довольно продолжительное время будто позировало желающим ее снять. Лао сегодня сравнили с Венецией. Автовладельцы буквально вплавь передвигались по дорогам, которые мгновенно затопило. Не легче было пешеходам на тротуарах. Они также скрылись под водой. А это видео снято в микрорайоне Мамайка. Автор пишет, что вода в реке поднялась за считанные минуты. Совсем немного осталось до критической отметки. В Дагомысье в районе остановки ПМК упало дерево. Оно закрыло две полосы. Дорога в сторону центрального района была затруднена. Проезжая часть залита водой. Такое видео сняли в Мацесте. Там уровень реки поднялся и накрыл мост, по которому местные жители перебирались в город. В микрорайоне Бытха, который ушел под воду, горожане с сожалению смотрели на свои подтопленные автомобили. Подтопило тротуары и дороги кое-где и в центре Сочи. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, пришлось убирать упавшие деревья также в Тхагапше, Барановке и Чимитаквадже. Фиксируются небольшие локальные подтопления дорожной инфраструктуры, но движение не остановлено. В некоторых местах затруднено. Также фиксируется падение небольшого количества деревьев, но все службы на месте оперативно устраняют данную ситуацию. В соответствии со штормовым предупреждением метеорологов, непогода сохранится в Сочи в течение суток 24 июля. На участке Магри веселая, имеется опасность формирования смерчей. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Воздержаться от выхода в горы, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112. И сегодня в результате обильных осадков в горной и предгорной местностях Сочи зафиксированы падения деревьев и исходы оползней, которые привели к локальным повреждениям энергообъектов. Поврежденные опоры ЛЭП меняли в районе сел Васильевка, Ордынка и Верхняя Армянская Хобза. Напомню, что сильный дождь и грозу синоптики прогнозируют и на 24 июля. Не только на территории Сочи, но и в Сириусе. В связи со значительным ухудшением погоды, глава курорта Андрей Прошунин провел заседание городской комиссии по ЧАЭС. Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Мэр поручил максимально сосредоточить усилия на предотвращении возможных последствий экстремальных погодных условий. Все службы готовы, районы готовы. Пройдем достойно, я уверен. Но, тем не менее, еще раз хочу обратить внимание, что каждый руководитель на своем месте посмотрел, где есть какие моменты, вовремя их озвучил, вовремя их проверил, до своих коллег и подчиненок довел. Кроме того, на случай ЧАЭС в каждом районе курорта подготовлены пункты временного размещения. Особое внимание уделяют оповещению туристов, которые приехали на побережье на своих автомобилях и разместились в палатках. Пожалуйста, не только вывод палаточных городов и людей, но и вывод оттуда автомобилей. Я попрошу, пожалуйста, соответствующие, Вадим Николаевич, наверное, с УВД о том, чтобы ДПС, ГИБДД, где есть громкоговорители, они предупредили водителей, лучше вывезти оттуда автомашины, так сказать, на федералку, либо еще другие, либо повыше поднять. За обстановкой следят главы районов и сельских округов, специалисты службы спасения, Кубань-Спас, водостока, дорожных служб. На реках выставлены посты наблюдения для оперативного реагирования в случае резкого подъема уровня воды. В Сочи продолжаются рейды по выявлению незаконных сбросов сточных вод в реки, ручьи и море. Отследить их задача непростая и помогают в этом ежедневные рейды. В путь отправляются сотрудники администрации курорта, предприятий «Водоканал» и «Водосток», «Роспотребнадзора» и «Минприроды края». Комиссии работали в Хостинском и Центральном районе, на Мацесте и на реке Сочи. Жалоб на незаконные сливы не было, но все равно такой мониторинг нужен для профилактики. У нас не только река Мацеста проводится работа, также охватывается в целом территория городская черта Хостинского района, также у нас проходит в территориях сельских районов, это территория Барановского и Роздольского сельских округов. С начала года комиссии посетили более 1200 объектов. Это набережные, большие системы ливнеотведения во всех районах курорта. Выявили 236 нарушений. При выявлении факта сброса незамедлительно принимаются меры административного воздействия. Конечно, в первую очередь с человеком проводится разъяснительная работа. Административный штраф вплоть до 10 тысяч рублей накладывается на физлица, на юрлица до 500 тысяч рублей административный штраф. Кроме того, считается ущерб водному объекту. Там суммы уже совершенно другие. Там исчисляются миллионами рублей. Есть и еще одна мера – заглушка на незаконно выведенную в реку или море трубу, по которой идет слив. 310 таких запоров поставили с начала года. Но не всегда вода выглядит и пахнет неважно. Из-за незаконных сливов сейчас причиной может быть жара. Ввиду того, что у нас такая засушливая погода, соответственно, река пересыхает и образуются небольшие приямки. Вода начинает именно цвести. Цвет воды именно начинает становиться мутным, зеленым. Мониторинг продолжается. Как сказали в департаменте городского хозяйства администрации Сочи, сейчас, по сравнению с первым полугодием 2023-го, нарушений стало меньше почти на треть. В самом центре Сочи пассажирский автобус врезался в остановку. Это случилось понедельник вечером. На месте происшествия работала наша съемочная группа. Авария произошла в самом центре города, в районе железнодорожного вокзала. Как сообщили очевидцы, водителю резко стало плохо. Он убрал руку с руля, и автобус начал таранить остановку. Просто я смотрю, что велосипед перекрывает автобус. И там полностью вся разрушенная остановка. Я поэтому спросила у водителя, что случилось. Мне говорили, что вроде как водитель пострадал, а люди, слава богу, не пострадали. Авария произошла так стремительно, что многие, находившиеся неподалёку от остановки, даже не успели понять, что произошло. Вы вообще не видели, моя хорошая? Я просто не слышала. Правда, даже не видела. Я от вас первый раз услышала это. По предварительным данным, авария случилась вследствие ухудшения самочувствия водителя. В результате сбиты дорожные знаки, вырваны вместе с бетоном арматуры, разбито в дребезги стекло. В городском департаменте транспорта подтвердили, что у железнодорожного вокзала на автобусной остановке действительно произошло дорожно-транспортное происшествие. На место были вызваны сотрудники ГИБДД. По данным Дептранса, в результате происшествия никто не пострадал. По данному факту назначено проведение служебной проверки. К сожалению, это не единственное ЧП, произошедшее на курорте за сутки. Более подробно расскажем в нашей традиционной сводке. В поселке Лау Лазаревского района Сочи женщина-пешеход попала под колеса автомобиля. Она переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали. В Сочи женщина украла чужой телефон. Это было зафиксировано камерами видеонаблюдения в одном из магазинов оптики. На записи хорошо видно. Находясь у стойки, она берет мобильный телефон, прячет его в сумку и покидает салон. Его сотрудники предлагают решить все полюбовно и вернуть мобильник назад. В противном случае они будут вынуждены обратиться с заявлением в полицию. В Сочи двое мужчин не поделили дорогу и устроили драку. Конфликт разгорелся на улице Бойково. Поединок начался прямо на проезжей части. К счастью, бой дрочунов длился недолго, и никто из них не успел друг друга покалечить. Два автомобиля столкнулись на трассе Джубга-Сочи. Авария произошла рано утром 23 июля возле поселка Якорная щель в Лазаревском районе. Судя по видео, в ДТП участвовали легковушка и мини-вэн. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. О пострадавших неизвестно. На месте происшествия работали врачи скорой и сотрудники госавтоинспекции. Движение было затруднено. И это далеко не все новости к этому часу. Вот что вас ждет во второй части программы. Право на жизнь. Сочинка превратила свой дом в приют для бездомных собак. Хватает ли ей средств? И чем могут помочь зрители? Интеллектуальные баталии. На курорте прошел семейный шахматный фестиваль. Какие призы прилагались к победе? Они приняли июль за сентябрь. Ученые Дендрария показали растения, которые начали красить листья по-осеннему. Впереди вас ждет короткая реклама. Не переключайтесь. Лечение варикозной болезни современными лазерными технологиями в клинике Зельцер Мед. Наша клиника. Ваш путь к красивым и здоровым ногам. Запишитесь на прием уже сегодня. Подробнее на сайте zelcerclinica.ru Если смокинг, то ДС Домат. Грандиозное, яркое, новое цирковое шоу Гиберадзе 5 континентов. Все лето в сочинском цирке. 300-03-68. 0+. Автальмоцентр Коновалова, Сочи. Весь спектр офтальмологической помощи на мировом уровне. Диагностическое, хирургическое и детское отделения. Удаление катаракты по фиксированной цене. Лазерная коррекция зрения. Оперирует и консультирует профессор Коновалов. Московская, 22А. Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Лечим геморрой любой степени сложности. Клиника УРАПРО. 300-04-79. Сочинский государственный университет осуществляет прием студентов на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспиранторы и специальности среднего профессионального образования в колледж. Сроки и условия подачи документов можно узнать по телефону 8 800 200 77 10. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Спонсор программы «Время новостей» Сочи – «Открытый институт». Приглашаем получить высшее образование с отсрочкой оплаты обучения. Ветеранам боевых действий – бесплатно. «Открытый институт» аккредитован, и его дипломы подходят в том числе для госслужбы. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvuz.org Время новостей в эфире в студии Анна Гулева. И мы продолжаем. На пляже Приморский обучают детей плаванию. Занятия проходят совершенно бесплатно для юных сочинцев в возрасте от 7 до 14 лет. По программе «Всеобуч по плаванию» дети занимаются физической подготовкой на морском побережье. Каким техникам их обучают инструкторы, узнала съемочная группа «Сочи-24». Здесь плавание не спорт, а необходимый навык. По программе «Всеобуч» сразу на пяти пляжах города проводят занятия для ребят. Группы, набранные до 1 июня, начали функционировать на пляжах «Лазурь», «Волна», «Приморский», «Маяк» и «Догомыс». Каждое лето мы на пляже организуем обучение плаванию. Это так называемый проект «Всеобуч по плаванию». Занимаемся с детьми, набираем заблаговременно группы. Как только наступает хорошая погода, достаточно теплая вода, инструкторы нашего Центра спортивной массовой работы приступают к своей работе, обучают детей плаванию, обучают их уверенно держаться на воде. Вообще плавание – это основополагающий физический навык, который необходим каждому человеку. За время набора в программу «Всеобуч по плаванию» заявки подали свыше 200 желающих. Это количество распределили на группы по 15 человек. Занятия проходят три раза в неделю. К сформированному составу прикрепляют инструктора, который обучает детей различным техникам плавания. Сначала проводится разминка, потом дыхательные упражнения, дальше уже плавательные и подводящие. И уже изучаем стили плавания. В этой группе на Приморской у меня уже все ребятки поплыли. Нет таких, которые боятся воды. Страх ушел. Соревнования у нас еще проводятся в конце подготовки в августе. Подход к каждому индивидуальный инструктор ведет две группы по 15 человек. Занятия длятся час. Первые 30 минут дети разминаются на суше, дабы не навредить связкам и суставам. И проводят подготовку к погружению в воду. Это так называемое сухое плавание. Также обязательно проводится инструктаж по технике безопасности. В оставшееся время проходит обучение в разных техниках плавания. Кроль на груди и спине, баттерфляй и брас. Жительница Сочи бескорыстно помогает брошенным животным. Дом Ирины Муковниковой – настоящий рай для бездомных собак. За собственные деньги женщина содержит около 50 животных, выхаживает их, дарит свою любовь и ласку. О том, как живут ее подопечные, узнала съемочная группа «Сочи-24». Первые собаки попали в добрые руки Ирины 7 лет назад. Каждая из них спасенная, подобранная на улице или покалеченная. Кто-то обитает в вольерах и клетках, кто-то свободно разгуливает по территории. Сейчас Ирина – хозяйка 48 питомцев. У каждого животного, которое теперь живет в ее доме, своя непростая судьба. Манго красивый, правда трехногий, но ужасно харизматичный. Ищет маму, папу. Пес по кличке Манго пострадал в схватке с уличными собаками, а бывшие хозяева хотели его усыпить. Вследствие травмы он потерял лапку. И полностью у него была оторвана везде кожа. Долгое очень лечение, порядка четырех месяцев, нахождение в ветеринарной клинике. Но он жив, здоров, счастлив, практически ищет свой дом. За собственные средства Ирина помогает животным. Вот такие изделия она создает собственными руками. В ее доме – настоящая творческая мастерская. Вырученные от продажи средства хозяйка направляет на содержание четвероногих. Сейчас Ирина планирует пристраивать питомцев, искать им любящих хозяев, которые не оставят и не выбросят на улицу того, кого приручили. Многие собаки уже нашли свой дом. Они живут и в Сочи, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, а некоторые даже переехали в европейские страны. Но есть животные, которые пока лишь ждут своего человека. Буквально вчера в доме Ирины появился новый жилец, уже достаточно старенький. Его сбила машина, и пес остался лежать в канаве. Но место здесь нашлось и для него. Безусловно, каждый подопечный ищет любовь и заботу. Помочь в этом может любой житель или гость города Сочи. Взять животное домой, привезти корм, лакомство. Любое внимание будет важно четвероногим. Обратиться можно напрямую к Ирине. Она с удовольствием расскажет о каждом питомце и о том, как правильно за ним ухаживать. Валерия Асачия, Арарат Базинян, Время новостей. В Сочи состоялся семейный шахматный фестиваль. В нем приняло участие больше 200 человек из 19 регионов России, а также стран ближнего зарубежья. Самые яркие моменты турнира в репортаже съемочной группы «Сочи-24». Участниками фестиваля по шахматам стали не только россияне, приехавшие из 19 регионов страны, но и спортсмены из Абхазии, Армении и Франции. Фестиваль проходил в Сочи в течение 10 дней. В программе были представлены разнообразные партии. Здесь и классика, и рапид, и блиц. Также в рамках фестиваля состоялся семейный турнир, парные состязания, шведские шахматы и турнир в память о гроссмейстере и 11-кратного чемпиона мира по шахматам Роберта Фишера. Мы очень рады тому, что в Краснодарском крае таким образом динамически развиваются шахматы, и что сети-парк-отель вносит свой посильный вклад в развитие этого вида спорта. И мы рады, что именно краснодарские шахматисты занимают здесь призовые места, по сути, в фестивале всероссийского и даже международного масштаба, потому что у нас очень много гостей и еще и из ближнего зарубежья. Особенность разновидности игры в шахматы Рапид в том, что длительность партии ограничена. На игру дается лишь 10 минут. Здесь предусмотрена специальная рассадка по категориям спортсменов. С ее помощью организаторы разделили новичков от профессионалов. Главный судья Николай Степаненко уже 4 года выносит вердикт фестивалям. За его плечами соревнования и более высокого ранга. Но этот турнир особенно значим. В 2024 году арбитр отметил рост количества участников. Большими темпами, можно сказать, растет показатель сегодняшний Рапид. Потому что такой наплыв участников, особенно из Абхазии, такая большая делегация прибыла, что нам, как организаторам, мы вчера вечером по всему зданию бегали и искали дополнительные столы, потому что участников сегодня очень большое количество по сравнению с прошлыми годами. По утверждению организаторов, в этом году Краснодарский край принял более 200 человек. По сравнению с первым годом число спортсменов увеличилось в 4 раза. В этом фестивале показали свои силы спортсмены разных возрастов. Самая маленькая участница всего 3 года. В семейном фестивале она 4 часа играла партию с соперниками. Это говорит о том, что шахматы, как вид спорта, развивают усидчивость, логическое и математическое мышление детей. Занятия шахматами полезны и для взрослых. Они помогают поддерживать умственные способности в тонусе. Соревнования также позволяют оттачивать ранее приобретенные навыки. Лучшие участники турнира были награждены золотыми кубками, медалями и грамотами. Победитель получил сертификат на недельное проживание в отеле. Использовать его можно в течение года. Валерия Асачия, Юлия Жукова, Дмитрий Петри, Арарат Базинян. Время новостей. В сочинском дендрарии растения по-разному реагируют на жару. Одни деревья начинают активно цвести, а другие уже начинают готовиться к осеннему сезону. Моя коллега Валерия Асачия узнала, какие деревья и кустарники особенно примечательны в конце июля. Орхидейное дерево, или баугиня заострённая, начала цвести буквально несколько дней назад. Родина растения – Южная Америка. На самом деле оно не имеет отношения к орхидеям. Просто у него такой огромный красивый цветок с крупными, длинными, загнутыми тычинками, что кому-то напомнило оно орхидею. На самом деле относится эта баугиня к семейству бобовые. И когда оно цветёт, у него будут плоды, напоминающие бобы. Дерево не любит морозы, поэтому сочинский климат подходит для баугини просто идеально. Несмотря на то, что в Южном полушарии сейчас зима, растение отлично приспособилось к нашему времени года. Воздушные белые цветки растения, увы, недолговечны. Ранним утром они свежи и раскрыты, а уже в послеобеденное время лепестки начинают вянуть и опадать. Поэтому, чтобы увидеть баугиню во всей красе, придётся встать пораньше. И если цветения орхидейного дерева сочинцы в этом сезоне ещё не наблюдали, то глициния радует им посетителей уже в третий раз. Обычный сезон растения наступает в конце апреля. Но и сейчас, в конце июля, не спадающие сиреневые гроздья можно увидеть в парке Дендрарий. Нежные розы тоже не готовы сдавать позиции. Несмотря на то, что многие цветы из их семейства давно завяли, эти розовые кустарники дарят гостям свой тонкий аромат и красоту. А вот для некоторых растений уже наступила некалендарная осень. Листья клёна обычно краснеют ближе к концу октября. Но уже сейчас дерево понемногу начало менять яркие краски на более тёплые. Не за горами и настоящие прохладные осенние дни. А пока лето ещё не отступило, у гостей и жителей Сочи есть возможность насладиться цветением некоторых растений в парке Дендрарий. На этом у меня всё. В студии была Анна Гулева. Больше актуальных новостей курорта вы найдёте в нашем телеграм-канале Сочи 24 ТВ и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp, номер на вашем экране. Далее смотрите выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиш. Одежда предоставлена салоном ателье Манера. Продолжение следует... Вооружённый мужчина вошёл в дом престарелых на северо-западе Хорватии, убив пять человек, включая свою мать. Ещё шесть человек получили ранение. «Это беспрецедентная трагедия. Мы все в шоке. Пять человек погибли. Поэтому выражаю искренние соболезнования семьям. Расследование продолжается, полиция работает. Раненых доставили в больницу. Мы надеемся, что они выздоровеют». Один раненый позже скончался в больнице. Четверо пострадавших в критическом состоянии. Одной из жертв стала сотрудница дома престарелых. Мотивы нападения пока не выяснили. Как сообщают хорватские СМИ, стрелявший 1973 года рождения. Он ветеран войны. «Люди говорят, что он был агрессивным, употреблял алкоголь, что он на пенсии, что у него посттравматическое стрессовое расстройство и так далее. Он ничем особенным не выделялся. Говорят, его мама была здесь, и он пришёл её убить. Наверное, другие оказались у него на пути». «Я здесь с сестрой и братом. Нашей маме 90. Мы ждём и ничего не знаем. Это ужасно, особенно для такого маленького города. Ещё хуже, когда кто-то внутри и ждёт, а мы ничего не знаем. Мы все в шоке». Сам нападавший сначала скрылся с места происшествия, однако позже его арестовали. Израиль объявил мёртвыми ещё двоих заложников, которых Хамас удерживал в секторе Газа. Как сообщили израильские военные, они продолжают расследовать все обстоятельства гибели 35-летнего звукооператора Егева Бухштаба и 76-летнего историка Алекса Дансига. Их похитили из их домов в Кибуцах, недалеко от границы с сектором Газа, во время нападения Хамас на юг Израиля 7 октября. На форуме семей заложников написали, «Егева и Алекса схватили живыми, и они должны были вернуться живыми к своим семьям и в свою страну. Их смерть в плену – трагическое отражение последствий затягивания переговоров». Позже, на этой неделе, израильская переговорная группа должна приступить к переговорам о прекращении огня в Газе. Соглашение в том числе должно включить освобождение около 120 пленников в обмен на палестинских заключенных. При этом израильские власти заочно объявили погибшими около трети заложников, которых все еще удерживают в секторе Газа. Между тем, на юге Анклава, в районе Хан-Юниса, израильские военные объявили эвакуацию мирного населения. Они возобновили боевые действия в этом районе в ответ на атаки боевиков, а также запуск ракет из этой области по территории Израиля. На востоке Канады тысячи людей остаются в эвакуации из-за лесного пожара. Все 10 тысяч жителей города Лабрадор в отдаленной провинции Ньюфаундленд и Лабрадор были эвакуированы более 10 дней назад. Это случилось после того, как лесной пожар вышел из-под контроля за день, увеличившись в 16 раз. Эвакуация была сложной. Многим пришлось долго и медленно двигаться в длинной веренице из машин. При этом около 3000 человек временно остановились в городе Хэппи-Вэйли-Гузбэй с населением 7000 человек. Это ближайшая к Лабрадору община с ресурсами, необходимыми для размещения эвакуированных. И находится она в 500 километрах. Впрочем, по данным властей, ситуация меняется к лучшему. По их словам, люди уже могут постепенно возвращаться в свои дома, поскольку риски возгораний для городка снизились до некритичных. Сначала вернуться разрешили работникам основных служб и их семьям. Это в том числе сотрудники местного медицинского центра, муниципального правительства, продуктовых магазинов и работники горнодобывающей компании «Рио Тинто». Турист изо всех сил цепляется за скалу, пытаясь не сорваться. Впрочем, сегодня он не первый и не последний. За такими зрелищными фото на одном из холмов Рио-де-Жанейро очередь выстраивается с самого утра. Добро пожаловать на Телеграф Рок – одну из самых популярных фотозон бразильского города. «Мы проделали весь этот путь сюда, чтобы сделать знаменитую фотографию, на которой под тобой будто нет земли». Чтобы забраться по тропе длиной в полтора километра, требуется чуть менее часа. Всё ради зрелищных фото, которые должны набрать сотни лайков. «Сохраню это на память, напечатаю и повешу себя в гостиной. Я так рада, что смогла добраться сюда и сделать фото». Самое интересное в том, что под этим выступающим камнем нет никакого крутого обрыва. Так что большинство туристов чувствуют себя здесь в полной безопасности. «Я не думаю, что здесь опасно. Конечно, нужно быть осторожным, когда ты на скале. Если будешь осторожным, опасностей не будет». Фотозоной это место стало ещё в 2013 году. Тогда один местный житель нашёл лучший ракурс для идеального фото. Затем сарафанное радио помогло сделать камень хитом. Туристы стали приезжать толпами. А чтобы фото стало ещё более удивительным, посетителям помогают местные фотографы. Они знают лучшие ракурсы и позы, и за небольшую плату готовы сделать снимок на профессиональную аппаратуру. «Идея в том, чтобы это выглядело так, как будто это опасно. Поэтому мы делаем фотографию, на которой не видно земли, будто вы висите над бездной». Место настолько популярно, что его также признали нематериальным наследием Рио-де-Жанейро. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Спонсор прогноза погоды сеть медицинских лабораторий «Гемотест». Не терпите до последнего. Проверьте здоровье. Симптомы кишечных инфекций одинаковые, а лечение разное. Анализы на кишечные инфекции в Гемотест. Телеканал Сочи 24 приглашает кинолюбителей к просмотру художественного фильма «Глубокое течение». Бывший заведующий отдела мосполкома Иван Антонюк собирает свой партизанский отряд. Не имевший ранее никакого военного опыта, Иван должен научиться принимать важные решения, от которых зависит не только его собственная жизнь, но и жизнь его партизан и родной деревни. В таких условиях Иван переживает первые потери, первые победы и настоящую любовь. Чем закончится эта необычная история, зритель узнает, посмотрев художественный фильм «Глубокое течение». На телеканале Сочи 24 в четверг 25 июля в полпервого ночи. Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова